Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию немножко секретную мушку, которая ловит хорошо карася, окуня, красноперку и плотву. Это проверенная мушка. Я ее буду изготавливать в том варианте, в котором я ее изготавливаю уже не один год. Крючок я взял Тимка 200Р. Я 16 номер огрузил латунной бусинкой 2,5 или 3 миллиметра где-то в диаметре. Добавил немножко свинца. По поводу крючков, как я и обещал, я буду объяснять почти в каждом фильме. Хороший крючок для того, чтобы вы почувствовали, что он действительно хороший. Вот когда вы берете мушку, или вытаскиваете из упаковочки крючки, и вам к пальцам прицепился не один, а два крючка. Есть такое понятие, как крючок прилипает. Так вот, хороший крючок должен прилипать всегда. Закрепили, добавили немножечко клея и вставили в отверстие, которое в шарике. Дальше больше мы ничего здесь не проматываем возле головки. Крепим сразу за свинцом. Проматываем до загиба, где мы будем с вами изготавливать хвостик. Форма крючка специально выбрана такая, чтобы можно было несколько удлиненное тело разместить у нас на крючке. Дальше, дошли до начала загиба. Из остатков перьев, я покажу просто вам, как они выглядят, я возьму щепотку и изготовлю хвостик. Большого значения само перо не имеет значения. Имеет значение только лишь сама густота хвостика. Значит, немножко получается, меньше у нас будет, чем длина тела. Можете изготовить по длине тела. То есть, так как вам попробуйте, я изготавливаю немножко меньше, так как мушка у меня и так выглядит немножко объемной. В довершении к мушке рассказываю, необходимо, чтобы она имела хороший аппетитный вид. Поэтому в процессе изготовления я вам буду рассказывать, что для этого нам необходимо. Я беру вот такой плоский люрекс, которым буду потом сегментировать тело. Все материалы мы крепим до начала свинца, чтобы доходило. Оставляем здесь. Теперь нам необходимо с вами подобрать два хороших перышка павлина. Здесь, к сожалению, уже заменить его нечем. Поэтому желательно, чтобы это было подобрано. По возможности, чтобы эти перышки были одинаковые. Так как они у нас будут с вами формировать боковую линию. Подхватили и слегка развели вот так их в сторону. Тело изготавливать будем из даббинга. Цвет вы можете выбирать как провокационный. Это уже проверено. Оранжевый, салатного цвета. Немножко с добавлением можно и блестящего даббинга. То есть, проверяйте, как у вас будет. Я буду изготавливать его из оливкового оттенка. Совсем вот такой вот светлый, 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 даже не скажешь, что совсем оливка. Тело мы должны изготовить с вами приблизительно до середины грудки. Так, чтобы у нас оставалось место для крепления других материалов. Я ничего не подравниваю, так как с расчетом того, что даббинг мы должны изготовить плотный, у нас за счет намотки даббинговой нити, мы подравняем тело. Промажем, как обычно, нашим клеем, ваксой, мазью, кто что использует. И совсем-совсем немножечко, вот так, чтобы только прилипал наш мех к нитке, нанесем. Можно использовать как метод расщепления нити, так и даббинговую петлю. Это как у вас, допустим, будет желание. Прокрутили. Наша с вами мех и нить почти готовы. Вот приблизительно, совсем-совсем, чтобы было немножечко по толщине. Удерживаем, чтобы не раскрутилась наша нить, и начинаем формировать тело. Приблизительно вот такого количества даббинга нам будет достаточно. Теперь нам с вами необходимо взять наши вот эти перышки фазана, вернее, павлина, и закрепить с одного бока, подхватить так, чтобы это как бы у нас формировало боковую линию. Следим за тем, чтобы они были у нас симметричными. Окончательно подхватили, и остатки наши можно уже удалить пера. У нас должна выйти вот такая конструкция с двух сторон. И теперь я беру люрекс, который я закрепил, и стараюсь выдержать одинаково шаг. Прихватываю перо, и заодно продавливаю, насколько позволяет люрекс, чтобы не растягивался наше тело. следим за тем, чтобы наше перо никуда не убежало. Подхватили, сделали один полный оборот. Где заканчивается наша грудочка, остатки нашего люрекса убираем. У этой мушки ярко выраженный по моей задумке, так как это собирательный образ, желательно, чтобы часть элементов, которые присутствуют у настоящей нимфы, было у нас выполнено в нашей мушке. Поэтому я для изготовления вот нашел перышко курочки фазана с вот таким вот вырезом. Нам с вами необходимо теперь закрепить перо так, чтобы мы могли выполнить с помощью этого выреза чехольчик, и в то же время, чтобы у нас с вами здесь вышло на спинке обозначено место, где идут зачатки крыльев. Давайте подготовим перышко, вымеряем и закрепим. Закрепили с вами перышко, перепроверили так, чтобы хватило нам на наш чехлик, вполне достаточно. Это пока оставляем в покое. Нанесем немножечко клея на место крепления и будем формировать грудку вместе с нашими лапками. Для грудки мы будем использовать даббинг несколько темнее. Это может быть и вот такого цвета, рыжего, как допустим ржавчина, может быть серого цвета, то есть в данный момент это не совсем принципиально, так как под нашими лапками не совсем будет даже видно это количество. Главное, чтобы оттенок у нас соответствовал, то есть был несколько темнее, чем, допустим, наше туловище. В крайнем случае, если у вас такого оттенка нет, но есть коричневый фломастер, можно спокойно подкрасить. Вначале мы с вами закрепим хорошо даббинговую нить на месте, где наш переход и движемся теперь к колечку. Не доходим буквально пару миллиметров до колечка, оставляем здесь. И я подготовил по остаткам вот такое перышко цесарки. Можно куропатку, можно перепелку, можно любое перо, которое будет соответствовать. Значит, длину лапок я изначально выбираю так, чтобы оно у меня доходило до жала или в крайнем случае была до середины загиба. Крепим наше перышко здесь, у колечка. Остатки пера удаляем. На место крепления добавим немножечко клея. И еще раз хорошо подхватим. И теперь уже можно здесь совсем-совсем-совсем немножечко добавить нам даббинга, чтобы можно вскрыть место крепления. Так как мы к этому уже месту возвращаться ниткой нашей не будем. И изготовим насколько позволит наша нить и наш даббинг, даббинговую нить как можно тоньше. То есть мы будем осуществлять переход из одного места в другое. Совсем немножечко закроем место крепления. Оставляем ее там, где оставили наше перо. Берем перодержатель и выполним буквально сколько позволит нам наше перышко оборотов. вот у меня вышел один почти полный оборот. Этого вполне недостаточно. Теперь закрепим окончательно наше перо и остатки отрежем. Закрепили с вами перо, остатки отрезали. Теперь нам необходимо на месте крепления пера промотать даббинговой нитью. Так совсем немножечко, чтобы скрыть место крепления. И теперь нам необходимо аккуратно, чтобы не примять наши перышки, нить перевести там, где мы закончили формировать тело. Делим приблизительно на две равные части те перья, которые у нас вышли здесь. Берем теперь наш чехольчик, придерживаем, помогаем рукой. следим за тем, чтобы перышки не попали у нас. И буквально сперва наживили, подтянули и посмотрели, что у нас вышло. Вот у нас с вами вышло то, что мы изначально и планировали. Сверху у нас лежат зачаточки крыльев, как вы видите. И нормально обозначены лапки нашей нимфы. Теперь для того, чтобы скрыть нам место крепления, необходимо совсем немножечко добавить даббинга на нашу нить. И чтобы не выполнять 10 оборотов, так как они здесь нам абсолютно не нужны, я нанесу совсем немножко даббинга. И ниже даббинга сразу нанесу капельку клея. Немножко смочим пальцы, уведем бородки наших перышек назад колечку и промотаем место крепления нашего чехольчика нашей даббинговой нитью, чтобы скрыть место крепления. Вот так. Учитывая то, что здесь уже нанесен клей на нить, я завершающий узел не делаю, а отрезаю по месту, где у меня был клей. нам остается теперь подровнять лапки и наша мушка будет готова. Я нанес капельку лака на чехольчик нашей грудочки и как вы видите наша мушка вот в таком исполнении готова к работе. Оттенки и цвета попробуйте другие, проверялось в разных, больше всего работает вот в оливковом, в сером и в коричневом. Пробуйте. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. встреч.